Здравствуйте! В эфире передача по факту. Наш сегодняшний гость, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо за приглашение. Александр, на последней пресс-конференции премьер с некоторой грустью в голосе отметил, что Армения не выходит из ОДКБ, но, кажется, ОДКБ покидает Армению. И следом, буквально за его выступлением, в Ереван прибыл генсек ОДКБ, который побывал в Джермуке, посетил Яраблур, имел разные встречи. Как понять, кто из кого выходит, что происходит у Армении с ОДКБ? Как вы помните, это не первое заявление премьер-министра Армении о том, кто из кого выходит. И кризис в взаимоотношениях Армении с ОДКБ носит уже относительно продолжительный характер. Он, можно сказать, начался с событий вокруг Юрия Хачатурова. Это одно из производных, это одно из направлений, с которых началось. Затем было продолжение через несколько лет, уже связанное с ситуацией, которая касается зоны ответственности ОДКБ, членом которой является и Армения. То есть, если продолжить тему Хачатурова, старшего, то тогда, видимо, вам надо будет вспомнить и о том, что Армения отказалась недавно от должности заместителя руководителя этой организации. Армения отказалась от проведения учений в рамках ОДКБ в Армении. То есть, есть некие ситуативные элементы, которые показывают отношение рукополитического руководства страны к данной организации. При этом латентно кажется, что есть желание, если не уменьшить свое членство в этой организации, то, по крайней мере, получить большую конкретику касательно жизнедеятельности ОДКБ. Эта организация, она сама, понятно, была создана в качестве некого проявления военно-политической лояльности по отношению к России. И она действовала, и действует, по сути, по трем различным направлениям, связанными с членством в этой организации различных государств. Это странная организация, когда два члена данной организации в Средней Азии начинают маленькую, но непонятную войну. То есть, организация, она кризисная. То есть, там есть проблемы. Если мы касаемся территории Южного Кавказа, в частности, вот этого фронта ответственности ОДКБ, то армянское руководство заявляет позицию, которая, с одной стороны, пытается прикрыть свои вполне и не всегда удачные ходы. Но, с другой стороны, подчеркивается, что и ОДКБ не всегда ведет себя таким образом, как от нее ожидает не только политическое руководство, но и в том числе иногда и контр-элиты Армении, и плюс еще и население. Если мы проследим характер отношения к ОДКБ, в частности, мы видим ту не вполне позитивную динамику, прямо скажем, негативную динамику по отношению к ОДКБ, которая есть у граждан Армении, что объясняется той позицией, которую не заняла данная организация, членом которой является Арменией. Да могла ли она, хотела ли она, это совершенно другой вопрос. То есть, есть вопрос возможностей, вопрос восприятия, иногда неверного восприятия, но исходя из всего этого конгломерата представлений, ложных представлений, ошибочных представлений, воображения, иногда не вполне здравого, мы получили ситуацию, когда, совершенно верно, вы указали, председатель организации находится в Армении, и это своеобразный такой антикризисный резкий быстрый ход, не обязательно на визит бывшего руководителя НАТО, который, насколько я помню, в предыдущий раз побывал в Армении, когда венгерские власти освободили Сафарова, по дороге в Ирландский госуниверситет, где у него должна была состояться встреча, насколько я помню, пытался попросить, чтобы войти в здание не через центральный вход, где ему должны были устроить обструкцию, а откуда-то с другого. Ну, все прошло так, как нужно, его проводили через центральный вход, и встреча была, состоялась достаточно интересной тогда. Но дело не в этом, да, то есть мы имеем весь этот букет, комплекс связанных с безопасностной составляющей, где УДКБ рассматривалось в качестве одного из элементов. На самом деле, основным является элемент самой безопасностной структуры Армении, ее возможности реагировать на новые и старые вызовы, и сотрудничество с другими, в том числе, и с УДКБ, в том числе, и с Российской Федерацией, и другими партнерами, новыми, либо старыми. А какие реальные партнеры у нас на сегодняшний день? У нас, у республики Армения, партнеры, все зависит от того, что рассматривать в качестве партнера, да, посмотрите, говорит, на проблему с другой стороны. С точки зрения безопасности. С точки зрения безопасности, естественно, первоочередным партнером должна выступать субъектность самому государству, которое в состоянии обеспечить то, что называется безопасностной функцией государства. То есть государство, в первую очередь, призвано для того, чтобы защищать свой суверенитет, свою территориальную целостность, и обеспечивать безопасность своей границы, своих граждан. Когда это не совсем хорошо получается, или получается, скажем так, несколько проблематично, то государства ищут дополнительные возможности для укрепления своей безопасности. Например, балтийские страны, понимая свою ущербность с точки зрения безопасности, они стали государствами-членами НАТО и возлагают свои надежды с точки зрения безопасности именно на свое членство в НАТО. И вот последний пример перехвата российских военных самолетов другими самолетами стран, членами НАТО, не являющимися балтийскими самолетами, это пример того, как это может действовать. Соответственно, если мы говорим о своей безопасностной составляющей, то помимо собственного государства, необходимо было и в настоящее время выстраивать соответствующие безопасностные контуры с другими возможными партнерами. Кто эти партнеры? Традиционно у нас считается, что таким партнером является Россия, несмотря на всю свою вовлеченность на сегодняшний день в украинско-западный, российско-конфронтационный сценарий. Другой частью безопасностного контура, о котором в последнее время начинают говорить, это возможность его освоения, освоения с западноевропейскими партнерами, у которых своя собственная безопасность также основывается не на собственных силах, но и на несколько ином акторском присутствии. Исходя из этого, новая составляющая для формирования безопасностного контура, она включает возможность привлечения к формированию безопасности западноевропейских партнеров, у которых есть определенные вопросы относительно безопасности. Региональная безопасность, но это совершенно другое. Мы являемся элементом целой общей архитектуры региональной безопасности, где каждое соседнее государство имеет как минимум претензии по отношению к своим соседям. У той же Грузии с Азербайджаном по-прежнему, вы помните, есть вопросы, связанные с комплексом Давида Горечи, говоря о том, что российско-грузинские отношения имеют своеобразный характер, а Азербайджан российские отношения также имеют проблемы на границе и так далее. Да, они не выливаются в острые конфликты, но, по крайней мере, это все существует. Так что региональная безопасность это совершенно другая вещь, они пока не приходится говорить, но приходится говорить о том, что к этому надо стремиться. В регионе главный союзник Армении, пожалуй, Иран. В то же время он со всех сторон также окружен сложностями, проблемами. Насколько мы можем рассчитывать на реальную военную помощь со стороны Ирана в случае необходимости? Ирану в первую очередь необходимо обеспечивать собственную безопасность. И только после этого он может в какой-то мере думать о безопасности, связанной с суверенитетом Армении. Заявления делают? Заявления Ирана, связанные с безопасностью, они в первую очередь направлены на сохранение собственной безопасности, которая в данном случае просто-напросто связана с теми безопасностными аспектами, которые затрагивают Армению. Будь на месте Армении какое-то иное государство, проблемы, связанные с безопасностью для Ирана, они бы не изменили своего содержания, поскольку для них важна собственная безопасность, в качестве элемента которой выступают те политические процессы, которые связаны с Арменией. Соответственно, если мы отодвигаем на второй план временно или недоверенно отношения, связанные с безопасностным сотрудничеством с Россией, в качестве традиционного, нетрадиционного партнера у нас выступает Иран. То, что мы говорим о армяно-иранском сотрудничестве, на сегодняшний день это добровольное, вынужденное сотрудничество со страной, которая имеет своеобразные проблемы в отношениях с Западом. Несмотря на то, что недавно были сняты некоторые ограничения, связанные с покупкой вооружений для Ирана, и Иран моментально этим воспользовался, закупив определенное количество боевых самолетов или пытаясь закупить их у Российской Федерации. То есть это показывает, что в принципе ось, она не просто проходит через Ереван, но она как бы должна связывать, быть может, Москву, Ереван, Тегеран. Если идти дальше, то в этой оси важную роль может занимать, допустим, тот же Дели или какие-то иные партнеры. А вообще, на сегодняшний день говорить о том, что одна страна в состоянии обеспечить свою собственную безопасность достаточно сложно. Тот же Китай или те же Соединенные Штаты единолично это могут делать, но это приятнее делать с кем-то вместе. Охлаждение отношений с нашим стратегическим союзником России совершенно очевидно. Это ведь и против ее интересов на Южном Кавказе. Для России, которая поочередно, если не теряет, то существенно уменьшила влияние в Грузии, затем в Азербайджане, хотя то, что происходит сегодня в Грузии, это такой интересный элемент гибридной войны, а сегодня на очереди Армения. И Россия прекрасно понимает, что отсутствие своего присутствия на Южном Кавказе потенциально грозит распространением угроз безопасности для нее в качестве страны не только на Северном Кавказе, но и дальше уже севернее по отношению к другим регионам. Это не единственная проблема. Понятно, что Россия как глобальный игрок всегда стремилась и видела Кавказ в качестве той территории, где у нее есть существенное влияние не только в качестве постсоветского пространства, но и страны, которая непосредственно граничит с Ближним Востоком, является частью Большого Ближнего Востока. А ося, о которой мы говорили, Москва-Ереван-Тегеран или же Москва-Анкара, это тоже интересный аспект, но на сегодняшний день немножко параллельные процессы происходят. То есть для России присутствие на Кавказе является, если не дистанциональной проблемой, то проблемой, которая существенно связана в том числе и с ее собственной безопасностью. А касательно охлаждения отношений, ну опять же мы видим конкретные проявления этого содержания взаимоотношений, хотя вот в ближайшее время ожидаемая встреча Лаврова и Мерзаяна, 20-го числа ожидаемая встреча, тоже интересная дата, 21 марта, 20 марта. Ожидаемая встреча, она, ну если не прояснить, то по крайней мере еще раз покажет позиции сторон по принципиально важным вопросам, связанным не только с двусторонними взаимоотношениями, но и взаимоотношениями, связанными с безопасностными аспектами в регионе в целом. Возможно ли, что за этой встречей последует трехсторонняя встреча с участием представителя Азербайджана? То, что трехсторонние встречи периодически происходят в различных форматах, это факт. Вопрос не только в том, какие встречи будут, да, мы можем просто проследить или отследить характер или переговорный процесс на двустороннем уровне. Да, переговоры, телефонный разговор между Путиным и Пашиняном, последовавший за это переговорный разговор с Алиевым, визит представителя руководителя ДКБ в Армению, да, это как бы звенья одной цепи. Если за ней последует встреча на трехстороннем уровне, это значит, что необходимо будет представлять некий дополнительный, если не документ, то, по крайней мере, приходить к некому взаимопониманию вокруг продолжающегося процесса. А процесс будет продолжаться при посредничестве Москвы или при посредничестве Мишеля и президента Франции, у которого сегодня пенсионные проблемы как бы выступают в первую очередь, да, с учетом того, что тем более фракции в парнациональном собрании пытаются выдвинуть вот у недоверия правительству. Да, это не касается президента, но правительству это как бы может коснуться. Но в целом, как бы этот процесс, он идет и в зависимости от того, как кто выступает в качестве посредника, можно думать или предполагать о том, каково содержание тех договоренностей, которые могут обсуждаться, либо находиться за столом на столе переговоров во время 2 плюс какая-то другая сторона встречи. Баку срывает переговоры со Степанакертом, наверное, можно так сказать. Во всяком случае, заявляет о необходимости вести переговоры напрямую без посредников. Баку не хочет никаких посредников. Правильно ли, на ваш взгляд, позиция Степанакерта, который настаивает на участии посредников, в том числе, в первую очередь, минской группы? Мы привыкли к ситуации, когда и армянская сторона, и азербайджанская сторона имеют некое согласие по вопросу о том, что Баку должен говорить с Степанакертом напрямую. Так, как правило, не так правило, а до этого процесс проистекал совершенно иным. Образом, исходя из того, что мы переходим к диалогу Баку-Степанакерта или его отсутствию, это означает и вопрос о том, а как, собственно, Баку воспринимает Степанакерта. Ответ однозначен. Баку воспринимает Степанакерта как часть своего государства и ведет переговоры с позицией унитарного государства, частью которого является территория, которую они называют соответствующим уровнем. Не Нагорный, а просто Крама. То есть, исходя из переговорного процесса, вытекает и его содержание. Содержание относительно того, что Баку визит Степанакерта частью своего унитарного государства, несмотря на наличие автономного как бы нахичевания. То есть, отказ Степанакерта от этого диалога, это назвать сложно, принуждение к диалогу, он, естественно, должен быть обусловлен тем, что у Степанакерта пока еще несколько иная позиция относительно своего статуса в нашем Южно-Кавказском регионе. Соответственно, попытка привлечь какого-либо посредника, это попытка прикрыться кем-то для того, чтобы сохранить или видимость, или некоторый период в будущем свой подобного рода независимый, либо квазенезависимый статус. Что делать становится все более сложно с учетом той политики, которую Баку использует не только срывая переговорный процесс, но и срывая газовые поставки, срывая функционирование Лачинского коридора, срывая, по сути, нормальный образ жизни для Республики Арцах. Мария Захарова заявила, что оставляет на совести Армении то, что безопасность Нагорного Карабаха обеспечивают третьи страны. В заявлении было четче сказано, что безопасность Арцаха должна обеспечивать Россию. И, соответственно, позиция, озвученная Захаровой, она говорит о том, что есть либо недопонимание позиции, выраженной Арменией, либо несогласие с позицией, которая выражена Арменией, поскольку российская страна по-прежнему, видимо, считает, что вопрос безопасности Арцаха – это не только и, может быть, не столько российская функция, но и проблема, которой должен иметь свое отношение и Ереван. Соответственно, если позиция Еревана заключается в том, что мы отходим от субъектности в качестве гаранта безопасности Арцаха и передаем ее России, добровольно Россия на себя, тем более на сегодняшний день, взять это единолично, по всей вероятности не сможет, не захочет или же не считает это целесообразным. Так что вопросы относительно совести в политике – это совершенно отдельная тема, поэтому скорее необходимо говорить о содержании того, а кто, собственно, отвечает за безопасностные аспекты Арцаха. Опять же, будет тривиальным, если мы скажем, что в первую очередь за него отвечает само Арцахство, но понятно, что Арцах всегда выступал в безопасностной связке с Арменией, а Армения выступала в безопасностной связке со своим союзником на Южном Кавказе, в данном случае Россией. Как только начинает рушиться связка на более высоком уровне, связки на более низком уровне, они развязываются, если не сами собой, то, по крайней мере, сдерживать этот узел становится все сложнее. Ну, а что касается вопроса об азербайджанской позиции в данном аспекте, то Азербайджан вообще всегда с удовольствием не видел бы каких-либо миротворцев на своей или не своей территории, и к этому, в принципе, ведет весь этот процесс. Пытаясь и дискредитировать тех же миротворцев своими действиями, и дискредитировать, в том числе, и функционал, и дисфункционал. Риторика Баку становится все более агрессивной, тема Зангизурского коридора. Да, куда уж более агрессивной. Они от риторики перешли к действиям. Перешли к действиям, то есть вы, полагаете, не исключаете возможность новой военной эскалации? Ну, этого исключать в подобном соседстве, в принципе, их нельзя никогда. Да, и те же европейские наблюдатели, которые у нас присутствуют на границах, они не являются тем фактором, который может привести, либо временно позволить Азербайджану не нарушать даже не режим перемирия, или режим прекращения огня, а просто-напросто мир на это и не соглашение. То есть режим нормального сосуществования. То есть тот факт, что Турция, главный вдохновитель союзника Азербайджана, так поглощен сегодня своей внутренней ситуацией, последствиями землетрясения, наводнения, экономическими катастрофами, все это не влияет на... Нет, подождите два месяца. То есть через два месяца после майских выборов в Турции, когда ситуация более-менее станет более понятной, где остается высокая вероятность переизбрания Артургана, ну отношение как бы оно по-прежнему не изменится. И Турция никогда не стремилась скрыть своего отношения к тому, что взаимоотношения с Арменией обусловлены содержанием политики между Арменией и Азербайджаном. То есть как бы все остается в том же виде, но становится гораздо хуже. На ваш взгляд, лидером выборов будет Эрдоган? Вы знаете, предсказывать это дело не самое благоприятное. Единственное, о чем мы можем сказать, что А. У него был достаточно высокий рейтинг и популярный в стране. Б. Понятно, что на него повлияла та коррупционная составляющая, которая является частью политической культуры, по всей вероятности, страны, которая показалась после землетрясения. Г. А. Б. В., если мы на русский выходим, то в этом случае понятно, что оппозиция, которой удалось объединить свои усилия вокруг одного кандидата, сегодня выступает, пытается выступить единым фронтом, что усложняет задачу переизбрания Эрдогана, но отнюдь не решает его возможности сохранить свою позицию в качестве руководителя страны. Есть соответствующие элементы, которые позитивно влияют для оппозиции, и по-прежнему Эрдоган является человеком, которому во многих регионах Турции все-таки доверяют. Что выгоднее для Армении, чтобы остался Эрдоган или пришел к власти новый лидер? Здесь вопрос совершенно иного характера. Вы помните, что, как ни странно, когда к власти в Турции приходили политические силы, которые были ближе, скажем так, к исламистам, как это ни парадоксально, они выступали относительно с более мягких, по-прежнему жестких позиций, но по отношению к Армении. А что касается тех сил, с Эрдоганом это не относится. А что касается политических сил, которые как бы ассоциировались с наследниками доктрины кемолизма, их отношение к Армении было достаточно жестким. И плюс ко всему, не забывайте, что та коалиция, которая формируется в Турции, она не только пытается выступить в качестве антиэрдогановской, но и в качестве коалиции, которая ближе, скажем так, к позиции современного Запада в их взаимоотношениях с Россией. То, что плохо для западно-российских взаимоотношений, это не совсем хорошо, и в том числе, возможно, и для Армении. То есть этот момент так же не стоит забывать. Во всех случаях лучше быть сложно, и внешняя политика Турции, она по-прежнему сохранит свою направленность, по большому счету, в этом регионе, вне зависимости от того, будет ли во власти Эрдоган, или же там будет какой-то иной лидер. Ну, в целом, понятно, что отношения Турции с Азербайджаном также не претерпят существенных изменений, а они определяют отношения, в том числе, и по отношению к Армению. Мэр Еревана сегодня подал в отставку. Что получается, что на фоне сложнейшей внешнеполитической ситуации наша партия власти сосредотачивается на внутриполитических играх? Ну, внешняя политика... Активизируется внутриполитическая жизнь страны? Внешняя политика, своеобразное продолжение внутренней, как вы помните. Исходя из тех вопросов, которые есть, понятно, что необходимо обращаться к проблемам безопасности, но и необходимо обращаться к проблемам, связанным с партийным строительством, в том числе для партии гражданского договора, и обращаться к проблемам внутренней политики, в частности, в Ереване, где сосредоточена половина населения и существенная доля ВВП идет, опять же, из Еревана. Говорить о том, что это попытка отвлечь внимание от внешнеполитических проблем, но это одно из возможных объяснений. С другой стороны, понятно, что эта активизация на внутриполитическом поле для различных политических партий все равно приведет к тому, что они будут озвучивать и вопросы, связанные с безопасностью. Хотя понятно, что вопросы, связанные с выборами в органы местного самоправления Еревана, они как бы не являются внешнеполитическими по своему характеру, но озвучивая, проводя кампанию, кампанию, которая теоретически все может прийти по выборам в Совет старейших, старейшин Еревана, это будет, скажем так, своеобразной площадкой пробы сил, пробы пера для некоторых, в некотором случае для различных политических сил. Или напоминанием о себе. Либо наоборот, кто идет забвение. Спасибо вам за интересную беседу. С нами был директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Оставайтесь с нами.